Китайцу Фудзияну уже не хватает русского, чтобы описать все свои беды. Трещины в стенах, грибок, ржавые трубы, дыры в полу. В этот дом он заехал 20 лет назад. В последнее время в квартире находиться боится. Соседи тоже на грани срыва. Ремонт мы не можем сделать, потому что потолок у нас обваливается, приходится подшивать. Провисать те доски, то есть они сверху уже подгнили. Каждый год Александр сам латает дом как может. За эти годы понял, ждать помощи неоткуда. Вот и нам управляющая компания отказала в комментарии. Букатурка обваливается, а несколько слоев здесь практически отходят стены. Посмотрите, все гнилое, все гнилое. Жить здесь вообще нельзя. А тут свет провиснее. И давно так? Это, вот как дожди начались, ну, месяца два где-то. На втором этаже крыша протекает во всех квартирах, заливая стены и розетки. Я включаю плитку или машинку, чтобы постирать на ребенка. Вот тут все искрится. Прям искрится. Или мы сгорим. Вот здесь вот у нас боленая. Вот это все дырит. Тут постоянно вода бежит. Все это все под дом. Все капает. Двухэтажный барак трещит по швам. Ему 84 года. 50 из них здесь живет Анна Ткаченко. Полвека без душевой ванны. Боится, что они проломят прогнивший пол. Если я поставлю, то мы улетим туда. Поэтому я без ванны. Как решаете проблему за неимением данной комнаты? К дочери в озерки езжу. Раз в месяц моюся. По-человечески. Другие уже приспособились. Душ себе организуют. Сами. Дом уже признан аварийным. Он подлежит сносу с 2017 года. А жителям обещали расселение. Люди прождали год, два. На днях неприятно удивились. Чтобы расселить аварийный фонд, администрации города была принята ведомственная целевая программа о переселении собственников таких домов. Дом запланирован к переселению на 2027-2028 годы. Еще 8 лет – срок слишком оптимистичный, уверены жители. Эксперты объясняют, проблема аварийного жилья наболевшая, но добиться безопасной крыши над головой вполне реально. Очень часто приходится гражданам обращаться и в судебном порядке, получать и жилые помещения, и соответствующие выплаты. То есть эти споры, они достаточно частые в нашей практике. Все, конечно же, зависит от финансирования, которое поступает в местный бюджет. Как минимум, людям могли предложить социальный съем, а по факту им просто порекомендовали съехать. Но куда из-за чей счет? Так что жильцы ждут, а пока в этой затянувшейся истории просвета они видят лишь в крыше собственного дома. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком.